Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередной мукбанг с интересным блюдом, которого до этого не было на моем канале. Я специально искала, думала, что же такое интересное приготовить. И сегодня у нас наркоурма. Это курица, домашняя курица вместе с... я не знаю, как называется это... как по-русски. Напишу, короче, снизу. Домашняя курица. Здесь внутри гранат. В очень вкусном соусе. Получается просто невероятно. Я добавила сюда брокколи, потому что они были уже готовы в холодильнике. Здесь у нас личо. Обычный красный лук здесь затерялся. Его совершенно не видно. В качестве напитка у нас кофе 3 в 1. Почистила грейпфрут. Сегодня еще снимала небольшие кусочки для короткого видео. Не знаю, получится или нет. Но в любом случае я стараюсь. Так, начнем, пожалуй, с грейпфрута. Он не всегда бывает такой сочный. Это я во время скидок купила. Итак, здесь у нас вот такая ножка. Интересно. Деревенская курица, кстати, намного вкуснее, чем городская, хотела сказать. То есть это курочка, не сушка. В городе нам продают обычный бролер. Дурак Разо, совет Tieпфук. Чаще частый братья Тоисм tr пишить. Дурак forskну縮. Чаще다. Поэтому в доме есть очки, чем 1501, красивые вкусные рецеп地. Здесь удастся к нашему люди name. Мне Titan цвет podrиков式. Это мой здоровый берется. Для этого есть громкость. Я обычно ножки не люблю, но у этой курицы вкусно абсолютно все, любая часть. Когда еще бабушка была жива, мы с братом были мелкие. И по двору бегали курочки, потом одну из них зарезали, и все начали кушать, а мы с братом начали плакать. И тогда у меня была цель вырасти и стать вегетарианкой. Но затем я потихоньку выросла и поняла одну вещь. То есть этих куриц в основном выращивают из-за того, чтобы мы с вами кушали. Если мы с вами все откажемся от мяса, навряд ли их будут выращивать в таких объемах. Ну, мое честно, глубочайшее уважение всем вегетарианцам. Я знаю, что сейчас есть даже люди, которые переходят на сыроедение. Очень вкусно. Прям очень. Сегодня пасмурная погода. Мне так хочется Новый год. Отметиться снегом. Вот прям очень хочется. Единственный момент, по которому я скучаю. В Азербайджане не чувствуется смена времени года. Вот я жила в Саратове. Летом было невероятно просто жарко. Вот многие здесь думают, что в России и летом прохладно. Типа это холодная страна, где по улицам ходят медведи. Такие вот мифы. И там всегда холодно. Я не могу отвечать за всю Россию. Но... Я жила в Саратове, и летом было очень жарко. Зимой было очень холодно. Баку. Сейчас вроде ноябрь, вроде моросит дождик. Но по большому счету особо не холодно, если честно. Спокойно можно... Всю зиму... Абсолютно спокойно проходить... В какой-то тоненькой куштке. Даже не заморачиваясь. Спокойно. Мне хочется этот Новый год встретить со снегом. Родина моего отца. Это кусары. Кто не в курсе, я лесгинка. Причем чистая. И папа, и мама. Просто многие думают... Так как я живу в азербайджане, скорее всего, я азербайджанка. Нет. У меня даже... Дед, прадед, все-все-все всегда были близкими. И женились, кстати, по этому принципу всегда. Мой отец, когда выбирал себе невесту... Для него был очень важен выбор национальности. То есть обязательно его исправница должна была быть лесгинкой. Я уже повозрослев задавала папе этот вопрос. Почему? Какая разница? Вообще, у меня отец в молодости тоже особо ловеласом не был. Он всегда говорил... Я всегда хотел, чтобы мои дети спокойно говорили на лесгинском. То есть детей воспитывает мать. И поэтому мы с самого детства учили лесгинские. А сейчас тоже я как бы... Абсолютно чисто на нем говорю. Кстати, вот в Кусарах, это горная местность, там зимой бывает снег. Да что далеко ходить, даже в хачмазе бывает снег. Но не всегда. Обычно в январе. Как завалят снегом. Но в Баку. Если идет снег, какие-то учреждения уже не работают. Я когда только переехала, для меня это было настолько удивительно. Я пошла в школу, смотрю в школе, никого. Думаю, может я что-то перепутала. Было такое ощущение, что конец света. А погода, я не могу сказать, что прям такая холодная была. Потом учительница мне такая, иди домой, на улице снег. Я говорю, окей. Обожаю лук уже. Кстати, мой азербайджанский язычный инстаграм уже потихоньку развивается. Я его не забрасываю. Кстати, кто сейчас меня смотрит из Азербайджана, я вам обязательно оставлю ссылочку. Переходите, подписывайтесь на мой инстаграм на азербайджанском. Там очень много контента. Но, пожалуйста, те, кто не знает азербайджанский, не подписывайтесь. Потому что вы мне пользуетесь тем самым статистику. Мне нужно, чтобы в аналитике был чисто азербайджан, чтобы предоставлять эту аналитику рекламодателям. На мое удивление, рекламные предложения уже есть. Хотя у меня там всего 4000 подписчиков. Но я уже, знаете, наверное, это просвучит грубо. Наверное, я уже зажравшийся блогер. И за очень маленькие деньги делать рекламу мне просто лень. Или просто за бартер, там что-то. Потому что... Вам со стороны может показаться, что реклама. Подумаешь, просто какая-то отметка. Но нет. У рекламы есть очень много моментов. Ты, например, снимаешь рекламный контент. Потом отправляешь его на согласование. Им что-то не нравится, тебе нужно переделать. Это, конечно, делать, естественно, несложно для человека, который только начал заниматься рекламной деятельностью. Это даже в кайф, но... Условно говоря, если там 30 долларов, мне просто пока что неохота столько времени тратить на это. Потому что я могу снять мукбанг. У меня есть еще другая работа. Лучше я сниму какой-то ролик для развития своего азербайджанского инстаграма. Какой-то интересный ролик. Поэтому тут палка о двух концах. Поэтому я, наверное, где-то 50-60 тысяч подписчиков наберу. Дай бог. Потом уже буду активно сотрудничать. И многие там думают, что если я, например, отмечаю место, где я купила, это 100% значит реклама. На самом деле нет. Я хочу, чтобы мой блог в инстаграме был полезен для моих подписчиков. Например, я что-то купила по выгодной цене. Если я не отмечаю место, где я это купила, не говорю, почем я это купила, какой смысл тогда вообще меня смотреть. То есть блог должен быть еще и информативным для моих зрителей. Поэтому если даже, например, видео не спонсировано, в случае, например, Yumiko Marketplace, я сказала, где я это все купила по выгодным ценам, что мне понравилось, не понравилось и так далее. У меня даже есть такая мысль снимать обзоры магазинов, где что-то стоит выгоднее, чем везде. Тем самым контент будет полезен. А то вот это, знаете, просто эстетика, просто, не знаю, мой классный кофе под мой лук. Мне кажется, это все настолько надоело людям, по крайней мере, мне точно. На этом все, мои хорошие. Я наелась. Действительно, было очень-очень вкусно. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока!